Декабрь особый месяц в истории Верхней Волжья. Как минимум дважды в этом месяце происходили события, которые отражались на жизни не только Тверской земли, но и всей нашей Родины. Не раз и не два Тверь становилась знаменем для всей Руси в годину вражеских нашествий, когда судьба русского государства как такового висела на волоске. В первый раз это было во времена монгольского ига. Тогда Русь была разделена на многочисленные удельные княжества, которые постоянно враждовали между собой на радость иноземным захватчикам. Их очень устраивала та ситуация, что русские князья воюют между собой. И вот эту политику разделяя и властвую они усвоили очень хорошо. То есть стремились ослабить тех князей, которые выступали за единение русских земель, тех князей, которые были наиболее одаренные, наиболее в военном отношении способные. 14 век стал для нашего государства решающим. Когда определялось, останется ли русская земля по примеру той же Германии еще на долгие столетия, а может и навсегда, сплошным лоскутным одеялом из всевозможных княжеств и вольных городов республик. Или же Русь возродится в виде единого централизованного государства. Именно Тверь в начале 14 века, по сути, первую предприняла попытку собирания русских земель. Что в условиях феодальной раздробленности даже сложнее, чем просто отвоевывать свои территории у внешнего врага. Потому что вокруг не один и не два противника, а по сути каждое более-менее крупное княжество, мнило себя единственным достойным славы Владимирских князей. Владимирских – это потому, что именно этот город еще в 13 веке стал политическим центром Руси. И введенный ордынцами документ на старшинство среди всех князей так и назывался – «Ярлык на Великое княжение Владимирское». Формально его обладатель наделялся довольно широкими полномочиями. Хотя в реальности все было несколько иначе. Должны были участвовать в военных походах. В дальнейшем, когда сбор дани производился уже князьями, то тоже Великий Владимирский князь ведал сбором дани. И фактически теперь уже в условиях подчинения Золотой Орде русские князья стали бороться за обладание вот этим титулом и Великого Владимирского князя, и ярлыка на Великое княжение. К концу XIII века в Северо-Восточной Руси оформились три основные центра, сильные как с политической, так и с военной и с экономической точки зрения – Тверь, Москва и Новгород. Именно между ними и развернулось основное соперничество, в ходе которого, что вполне традиционно для феодальной разробленности, все они нередко создавали коалицию, например, Москвы и Новгорода против Твери, или наоборот. Причем для нашего княжества это вовсе не было катастрофой. Город на Волге в этот период вполне мог постоять за себя и в одиночку, чему есть примеры. Когда еще Михаил не был великим князем, ему не подчинялись, в общем, было чистотверское войско, и вот его дядя Дмитрий Александрович, это один из сыновей Александра Невского, ну, в общем, что-то ему не понравилось с Михаилом Тверскому, и он решил отобрать у него кашу. В общем, пришел со всеми войсками, я строгал в Владимирсуздальской Руси, пришел под Кашин, Михаил, как только узнал об этом, сразу выступил из Твери и подошел. Как только Дмитрий Александрович увидел Тверское войско, он немедленно заключил мир с Михаилом Тверским. И в этом смысле, вот интересна информация нейтрального источника, в этом смысле немецкого ученого Клюга, который пишет, что даже объединенное войско всей Руси, возглавляемый Дмитрием Александровичем, не решилось противостоять одному только Тверскому войску, во главе с Михаилом Ярославичем. Естественно, усиление одного какого-то князя не могло радовать Золотую Орду, поскольку та же сильная Тверь могла в конце концов подчинить себе всю северо-восточную Русь. Конечно, ханы были умудренны опытом, они искали соперников, и вот таковой соперник нашелся в лице московского князя Юрия Даниловича, который три года прожил в Золотой Орде, женился на сестре хана узбека Кончаки, ее окрестили, назвали Агафьей, и вот вместе с молодой женой, ханский родственник, пошел на Русь подтверждать свое право на великое княжение. В итоге на Тверь надвигалось довольно грозное войско – москвичи и ордынцы, к которым вынуждены были примкнуть народы по Волжье, а также целый ряд мелких русских княжеств. Михаил Тверской пытался решить дело миром. Встретившись с Юрием Даниловичем в Костроме, он добровольно отказывался от великого княжения, но с условием не разорять тверские земли. Союзники, однако, это обещание практически тут же нарушили. Взяли город Клин, в 1317 году разгромили, все правобережье Волги было разграблено. Кроме того, Кавгады выслал своего посла Телебугу к новгородцам и потребовал, чтобы новгородцы тоже выступили против Михаила Тверского около Торжка. Новгородцы выступили в поход, стали грабить земли около Торжка, это граница уже была Тверского княжества с западной стороны, с северо-запада. Но Михаил предупредил, он тайно подошел к Торжку и разбил новгородцев, и взял с них слово не вступать в сражение. Таким образом, к декабрю 1317 года войско объединенное Московско-Татарское и, кроме того, еще князья Низовской земли должны были по правилам вступать в поход по призыву великого князя. Поскольку теперь новый великий князь был как раз Юрий Данилович, что многие князья испугались сопротивляться татарам и вступили в это войско. Вот это огромное войско в 40 верстах от Твери было встречено Михаилом Ярославичем Тверским. Встреча произошла в 40 верстах к западу от Твери. Историки это объясняют тем, что Московское Ордынское войско намеревалось соединиться с новгородцами на Волге, между Старицей и Тверью, в местечке, называемом Броды. А потом по замерзшей реке, как по шоссе, двинутся к нашему городу. Однако Михаил Ярославич опередил союзников и встретил их у Бартенева. Где именно оно находилось, историки спорят до сих пор. Большинство сходится во мнении, что это было в нынешнем Старицком районе, где как раз в 40 километрах от Твери, еще в 40-х годах 20 века, действительно была деревня Бартенева. Согласно самой распространенной версии, сражение произошло на том берегу ручья, который сейчас называется Строганец, а тогда назывался Астроганец. То есть Тверские рати стояли спиной к этому ручью, вот там на том поле. Московские рати находились еще дальше, соответственно, лицом к ручью стояли, а монгольский отряд стоял вот там правее. То есть монгольские союзники просто наблюдали за боем. И если предположить, что тот декабрь был таким уж, как и нынешний, то видно хорошо, что обоим ратям приходилось крайне непросто. Ведь сражаться приходилось буквально, ну, по колено в снегу. Летописи не упоминают, долго ли коротко обеим сторонам пришлось месить Бартеневский снег. Но, скорее всего, битва не была особенно продолжительной. Оба войска сошлись в яростной схватке, в результате которой москвичи были разбиты и бежали. А значит, понесли большие потери. Поскольку они случаются именно при беспорядочном отступлении. О потерях монгольского отряда ничего не известно. Так как историки спорят до сих пор, участвовали ли ордынцы в сражении. И были ли они наряду со многими москвичами взяты в плен. Много времени посвятивший изучение этого вопроса Георгий Пономарев убежденно говорит «да». Текст, который сохранился. Кавгады приказал опустить стяги и неволею сам отступил в стан. А если ты стоишь просто там, где-то в стороне, и просто созерцаешь битву, это не имеет никакого смысла. Просто поворачиваются они и уходят. Вот если они ввязались в бой, вот тогда имеет смысл в бою вот это, когда там непонятно где кто находится, опускать стяги, которые наверху. Каждый, видите, ах, мой стяг опустили, тогда начнут предпринимать. Второе. Неволею отступив станы. Ведь если он стоит в стороне, при чем тут неволя? Неволя это только тогда, когда угроза плена. Чем, в принципе, это все и кончилось. В источнике так и сказано, что был плен. Вместе со многими в Тверской плен угодила и жена Юрия Даниловича, Кончака, которая была не просто супругой московского князя, но, самое главное, сестрой правителя Золотой Орды, хана Узбека. Так получилось, что, несмотря на хорошее обхождение, она умерла в Тверском плену. Москвичи, естественно, тут же обвинили Михаила Ярославича в отравлении. Тверского князя вызвали в Орду, где он был убит. Если в уточнении деталей Бартининского сражения мнение историков расходится, то в оценке поступка, да и личности Михаила Ярославича, тут вполне мог спрятаться от ханского гнева в той же Литве, оставив Тверинар терзания ордынцам, все ученые единодушны. Князь пожертвовал собой ради всех своих подданных. А вообще, в целом, он, по сути, первый выступил за единение Руси. Вот когда действительно этот страх перед Орду стал проникать в сердце русичей, и многие не просто смирились, а стали полагать, что это уже навсегда. Вот человек, который, да, он еще понимал, что Твери сама по себе еще вот одна, не готова полностью рассчитаться с Ордой, сломить ее окончательно. Но кто-то должен был первым встать с колен и показать, в принципе, что их можно бить и нужно бить. И он понимал. Вот в чем я глубоко убежден, что, идя вот на это Бартеневское сражение, он все это понимая, для себя решил, что он заплатит за это. Не жизнью своих подданных, не разорением Тверской земли, а, разумеется, и всех ближайших княжеств, а своей собственной жизнью. Впоследствии не раз тверичане демонстрировали мужество и самопожертвование при защите России. Так было и во время польской интервенции 1612 года, и 200 лет спустя, во время Наполеоновского нашествия в 1812-м, особенно тяжким испытанием для нашего города, как и для всей страны, стала Великая Отечественная война. Город впервые за 300 лет был захвачен чужеземцами. И вновь, как и когда-то в средние века, Тверь стала знаменем для всей страны, провозвестником будущей победы. Ведь именно на Калининском фронте началась операция, которую все мы знаем как контрнаступление под Москвой. Именно наш город стал первым областным центром, навсегда освобожденным от немцев. При этом мало кто знает, что при планировании операции под Калинином задача его освобождения не была первостепенной. Особенность этого операции заключалась в том, что задача по освобождению города Калинина не ставилась. Задача ставкой ставилась развивать наступление на Тургинова с целью обрезать тылы отступающей от третьей танковой группы механизированных дивизий, которые находились под Москвой. Поскольку они перешли от наступления к обороне, наши планировали наступление и еще удары из-под силами западного фронта. Поэтому задача войск Калининского фронта стояла отрезать пути отступления немецов от Москвы. Всего за несколько дней был разработан план наступления и произведена перегруппировка войск. Первый удар нанесла 29-я армия, а потом и 31-я. Поначалу наступление развивалось очень тяжело. Был большой снежный покров. Поэтому наступление можно было осуществлять только по дорогам. Дороги были заминированы, дороги были пристрелены как артиллерии, так и крупными пулеметами. Отсюда, естественно, должны быть и большие потери при наступлении. Второе. Что артиллерийская подготовка и авиационная подготовка была очень слабой. То есть, если по количеству личного состава на начало наступления мы превосходили немцев в полтора раза, то по количеству самолетов, танков и артиллерии уступали им примерно в полтора раза. Но один пример. Начиная операцию, Калининский фронт имел 17 танков всего. Понятно, что это, естественно, недостаточно для них. Второе. Что Калининский фронт имел всего 17 самолетов, из которых бомбардировщиков 2, штурмовиков 6 и 9 истребителей. То есть, реально помочь пехоте могли только 8 самолетов. А у немцев было превосходство здесь 3,5 раза. Поэтому, когда наши пошли в наступление, немецкая авиация работала так интенсивно и активно, что темп наступления был в первые сутки очень низкий. А всего за 12 суток боев 1 километр в сутки. О божесточенности сражений свидетельствует тот факт, что, допустим, 247-я дивизия, введенная в прорыв, в течение 13 декабря отразила 7 контратак противника. Следовательно, учитывая важность направления и опасность, нависшую над тылами, противник перебрасывает сюда 3 пехотные дивизии, что, естественно, затруднило продвижение наших войск. Кроме того, у немцев, как всегда, была хорошо поставлена разведка. Поэтому они постарались нанести упреждающий удар. И вообще предприняли все меры, чтобы осрочить освобождение Калинина. Накануне отступления немцы 15-го в 16 часов провели мощный огневой налет по позиции 243-й стрелковой дивизии, поставили заслон по Старицкой дороге от ударов 252-й и 246-й стрелковой дивизии и оказали упорное сопротивление вот на этом направлении. Таким образом. Но, тем не менее, в результате ожесточенных боевых действий город Калинин был в 11 часов, боевые действия уже фактически прекратились. Учитывая все эти факторы, освобождение города далось советским войскам дорогой ценой. Однако, по словам Михаила Хетчикова, в условиях, когда у нас не было положенного при наступлении трехпятикратного преимущества в живой силе и технике, когда все вокруг было покрыто метровыми сугробами, по-другому и быть не могло. Потери составили в наших войск чуть больше 16197 человек. У немцев потери были 7 с лишним тысяч и 94 человека пленных. Значит, потери немцев были, естественно, меньше. Но если соотношение взять, то получается, один погибший немец и 2,3 человека с нашей стороны. Учитывая, что ни авиационной, ни артиллерийской поддержки и сложные эти метеоусловия не позволяли или вынуждали, точнее говоря, вынуждали наши войска наступать в таких тяжелейших условиях. Я думаю, что для таких условий вот такое соотношение потерь является нормальным. И абсолютно неправы те, кто говорит, что немцев только трупами завалили, отмечает Михаил Хетчиков. Наши солдаты и командиры проявили все свои самые лучшие качества, благодаря чему и был освобожден Калинин. Только за счет массового героизма и только за счет, так сказать, мастерства командного состава. У нас все принадлежатся, да, роль командного состава. Благодаря мастерству командного состава, которые умело маневрировали. Ну что там греха таить, когда командующий и член военного совета 31-й армии лично участвовали в боях за Горохова, за Прибыткова, за Чуприянова. То есть были недалеко. Это запрещалось уставам, это было неправильно. Но они своим личным примером были там. Поэтому героизм и беспримерная преданность своей родине, своему отечеству, я думаю, что это были главными факторами достижения победы. Освобождение Калинина оказало огромное моральное воздействие и на немцев, и на русских. Первые еще долго пятились назад, будучи деморализованными. Закрепиться им удалось лишь под Ржевом. Зато Красная Армия именно в эти декабрьские дни, пожалуй, впервые за время войны поверила в свои силы. В то, что немцев можно бить, и что победа будет за нами. А вся страна, глядя на освобожденный Калинин, еще раз убедилась, что недалек тот час, когда будут освобождены и все остальные города нашей Родины. Таким образом, Тверь вновь стала для всей России символом свободы, независимости и единения.